Евгений Валерьевич, расскажите, насколько долгожданное приобретение? Приобретение очень долгожданное. Я пять с половиной лет назад приехал сюда, обнаружил, что здесь нет этих инструментов, и я начал ходить по директорам, просить, что приобрели. Ждал, получается, пять с лишним лет, ждал, дождался, очень рад. Почему его уникальность, эти инструменты? Он очень бархатного звучания, объемного, похож чем-то на орган. В отличие от ксилофона, например, у него диапазон гораздо ниже, что и создает этот объемный звук. У него также есть резонаторы, в которых звук плавает. И вообще этот инструмент в базе любого класса ударных инструментов должен быть. Принцип не очень сложный, на самом деле. Нижние клавиши – это, как на фортепиано, белые, а верхние – это черные клавиши. То есть они отделены, они не мешаются. Звук извлекается за счет палочек специальных, вот с таким круглым наконечником. А извлекается с помощью удара по той или иной клавише. Клавиши деревянные, бывают из акустолон, такой материал. А для чего разные палочки? Ну, палочки для разного звучания, то есть для разной музыки, разного характера. Конечно, многие из нас знакомы из детства с ксилофоном. И даже я сегодня впервые, взяв в руки профессиональные палочки, смогу что-то наиграть. Конечно, это даже не любительский уровень, а вот как играют настоящие профессионалы. Увидеть и услышать новый инструмент сегодня есть возможность у каждого жителя города. Достаточно прийти на концерт в Абаканскую детскую музыкальную школу. Ну, а научиться играть получится уже в новом учебном году. Анна Ахпашева, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Ахпашева, Сергей Казьмин.